здравствуйте дорогие друзья с вами снова Эдуард Петер и после вчерашнего видео меня в общем то сильно огорчило то что половина комментариев которые были под моим видео были негативными оскорбительными начиная то что ты маразматический дед и кончая тем что ты сидишь там тепленькой германии зовешь людей на смерть я этого не делал и не делаю я говорю о том что того кого зовет сердце сам пойдет без моих тут науськивание скажем так не такая же у меня большая территория почему эти комментарии в честь все исчезли да потому что не хочу ся на канале терпеть грязь у меня нет комнаты для грязи к сожалению поэтому приходится ударять совсем и от 23 в общем то я я не жду ничего хорошего плане того что возможно выйдут очень мало людей и их с удовольствием побьют лютые росгвардейцы смелые такие ребята против детей женщин вот и это все конечно меня печалит и чтобы немножко отвлечься я сегодня решил устроить маленькую фотосессию потому что снег сходит дождик и начинаются и мы пошли с рексом немножко по фотографироваться и именно этот эту фотосессию я хочу вам показать заодно рассказать как я это делаю вместе мы по выбираю удачной фотографии хорошо немножко пока отвлечемся от завтрашнего дня ну давайте начнем так начнем мы с того дорогие друзья что откроем сейчас где-то на десктопе я положил вот x3 и давайте мы сейчас это все вытащим и посмотрим пошло это так сказать прицельная фотография да то есть белое небо белый снег конечно не очень но я надеялся на то что рыжие чудовище моя зверюга да она украсит эту картинку так я не помню где здесь это самая информация настройках камеры и что-то честно говоря забыл сказано что а вот вот она вот она ребята значит у меня стоит f диафрага 5 6 1 2000 секунды это расчет на то что собака в движении изо 800 2470 у меня некон или там ром нет у меня там ром так вот ребята почему именно эти цифры ну во первых 5 и 6 это ну как минимум я считаю на резкостью чтобы собака если даже боком побежит была к вам все-таки более-менее резко 1 2000 это расчет на то что собака в движении и 800 вынужденная потому что 5 и 6 1 2000 скажем так на 100 будет так темно что мы и и черную собаку не заметим поэтому вот так это была прицелочная фотография понял что с этими параметрами можно уже что-то делать ну и давайте посмотрим посмотрим оправдала ли нас вот это эта схемка и видим что да на таком расстоянии все равно как бы четко видно глаза усы тут он побежал уже не всегда за ним успевал так посмотрим здесь тоже да да он был в движении но тем не менее резкость очень хорошая и там можно портреты делать да то есть давайте мы сначала пробежим посмотрим самые выгодные кадры ну тут вот он зарылся полностью в песок тем не менее снег и и фотография хорошая я в общем то не выбирал особо его тренировать было бесполезно в этом случае он видите вот вот что происходило да снег летел во все стороны а и он двигался естественно алекс не надо не порти мне видео вот тут он напряженного что-то вглядывается в снегу и тоже как видите резкость есть то есть одна две тысячные оно себя оправдывает даже в прыжке вот даже в прыжке мне удалось ухватить этого зверю так посмотрим дальше сначала просмотрим все а потом я буду выбирать тут он на лису похож почему-то очень сильно ну из-за того что губа задралась да морда сузилась но вылитый лис вот бег вот прыжок чуть ли не лисины лиса так делает и тоже более-менее резкость еще есть то есть все нормально бег потом я я садился на коленки в снег прям и пытался снять эту рожу вот так ну не получилось здесь я думаю да очень хороший кадр но резкости нет к сожалению а тут он хитрый очень тут резкость есть хитрован такой да так дальше смотрим ну вот тут тут чудесная резкость все хорошо ну губа закушенная и тут хорошо вписался в кадр даже по диагонали ну собака фотографа что вы хотите так здесь на фоне ну вот я говорю когда он губу закусывают он похож на лиса старого большого лиса ну вообще-то он не старый но хорошо молодой здоровый лис тут на фоне избушки ну поймал избушку потому что иногда приходилось с одной руки скидывать а вот это очень хорошо вот задорный такой собак не поймешь то ли это лайка сибирска то ли кто вот за этот пробег я обычно успевал сделать 2-3 кадра и не больше потому что у меня карта она не скоростная когда вы снимаете животных в беге в движении то лучше иметь скоростную карту вот тут может хорошо тоже получиться весь его статус здесь но тут нет ага это смешно конечно это смешно удалось захватить так смотрим дальше так а тут что задумались я говорю хотя вы видите это в полном движении тем не менее резкость довольно таки так ну вот этого ох вот этот мне нравится пес этот пес мне очень нравится серёга серёга выскочил из леса да можно сделать отличный кадр я кидал туда ему снежки и поэтому выглядит как бы не тронуто да действенно все потому что он постоянно я кидал другое место снежок вот он у меня не приучен к аппартированию вернее он не хотел учиться я пытался он не хотел учиться тут очень хорошо в беге собака напряженный взгляд тут бандит перекошенный да вот бочком стоит навряд ли хотя нет все нормально из этих фотографий можно выкрыть потому что фотографии большие семь тысяч по-моему на пять так тут нет тут резкости нет на носу тут он куда-то побежал можно конечно экспонер немножко убрать вот так чтобы было видно и я вам советую когда вы снимаете на снегу то в принципе неплохо потом чуть-чуть уже фотошопе синего добавить можно здесь добавить но как бы больше привычные до фотошопе цветовой тон тут можно тоже конечно попробовать но я предпочитаю такие вещи делать больше фотошопе так поставим пока так так тут у меня пошел пересвет не знаю почему может быть солнце стало сильнее светить я не заметил но все равно можно конечно поправить в ров формате с вами снимать конечно надо в ров формате так ну тут ничего пока особенного тут снег летит я хотел его застать когда он роет прям носом и борозда перед ним вот оно есть но ну-ка попробуем да вот она эта борозда между него он ее копает как ненормальный здесь тоже но тут утеряна сама форма собаки поэтому нет это не пойдет тут глаза прищурил очки ему надо одеть тут он валяется и по-моему тут очень хорошо будет видно если мы конечно вот он весь собака лапы вверх так это попытка бежать оттуда что-то нюхал заметил тоже годится так но тут никто ничего не поймет скажет что это такое четыре лапы нос вот вот тот момент но он как бы там он смотрится здорово а здесь как бы не очень оно не страшно посмотрим вот он бежит ко мне навстречу потому что этот у меня в руке снежок и поднят над головой эх ну тяжело одной рукой снежок вторую камеру естественно что происходит такие вещи посмотрим вот здесь жалко 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 хороший был бы кадр ну тут копание тут все весь копается в этом случае вы можете белого добавлять цвета добавлять если что да смотреть по теням как будут тени ложиться вот и крайне случае если у вас допустим хочется белый снег оставить как он мы сделали да а собаку зарыжить то можете вот так включить здесь экспонир добавить вот так так оттенок посмотреть температуру поиграть температуру поиграть температуру сделать ее собаку более рыжей такой вот так затемнение нам практически не надо белые вот так то есть вот так можно этот экспонометр побольше выделить собаку на белом снегу хотя она и рыжая но тем не менее жалко вот эта фотография шелка ну все остальное я уже доделаю в фотошопе выберу сейчас какие мне более менее понравились да ну если я десяток наберу или 5-6 штук это уже будет достаточно для того чтобы выставлять это на стоках ну а ну допустим вот это уже мой фаворит да тогда мы ставим здесь звездочку все что мы нам нравится мы можем обязательно смотрите на резкость если резкость хорошая то видите хороший кадр но на резкость ушла ну вот здесь резкость хорошая очень да поэтому мы можем сделать тоже отличный кстати кадр тоже сделать здесь звездочки и потом когда нам мы выберем мы поставим сюда кинопленка и скажем выбрать только с рейтингом и открыть изображение если загрузится фотошоп а там останется только обрезать и сохранить но здесь все хорошо поэтому тоже ей плюс но вот такое небольшое видео которое я хотел вам показать вот тоже здесь плюс только надо поиграть с экспонометром и с экспонером вот так но этим я займусь уже я вам показал как это делается показал как я это делаю вы можете знать лучше способы но тем лучше для вас всего доброго дорогие друзья на этом я с вами прощаюсь пока